На телеканале ЛАБА время новостей в студии Людмила Никонова. Здравствуйте в этом выпуске. Лабинский кровеческий музей о переломном дне 5 декабря исполнилось 73 года с начала контрнаступления Советской Армии под Москвой. Лабинская межрайонная прокуратура подвела итоги конкурса «Моя Конституция». Знатоки закона получили подарки. В рамках декады инвалидов в поселениях состоялись концерты творческих коллективов. 5 декабря исполнилось 73 года с начала контрнаступления Советских войск под Москвой в годы Великой Отечественной войны. В Лабинске не забывают о важных датах в истории России. Об этом дне воинской славы рассказали школьникам в стенах музея истории краеведения. С подробностями Татьяна Чистова. 5 декабря 1941 года стал одним из переломных дней в истории Великой Отечественной войны. Началось контрнаступление под Москвой. Инициативу в войне взяла советская сторона. Тем самым был развеян миф о непобедимости немецких войск. Об этой важной исторической дате ученикам 4 класса 9 школы рассказали в музее истории и краеведения. Тот, кто не знает своего прошлого, не знает свое будущее. На примере соседнего государства, мы это прекрасно все с вами видим. Поэтому этот год у нас же юбилейный, посвященный декаде идет подготовке к празднованию Дня Победы. И в течение всего года на базе всех образовательных учреждений проводятся акции, посвященные именно этой декаде, на которых рассказывается о великих победах нашей страны в период Второй мировой войны. Организаторы целенаправленно задействовали в мероприятии младших школьников. Ведь с самого раннего детства дети должны знать имена героев нашей страны. Чтобы знали таких героев, как Гнедрия Федоровича Лавриненко, тоже наш земляк, танковый аст номер один Красной армии, уничтоживший в битве за Москву около 52 немецких танка. Чтобы знали Иванович Панфилова, командира 316-й стрелковой дивизии, его воинов, которые 16 ноября 1941 года у железнодорожного разъезда Дубосекова уничтожили 54 вражеских танка. О войнах 15-й кавалерийской дивизии, в которой сражали наши кубанцы в составе легендарного корпуса генерала Даватора. Кроме этого, дети должны понимать, насколько вредоносное воздействие на конкретных людей и целое государство оказывает фашизм. Мы пригласили на мероприятие подрастающие поколения еще для того, чтобы они знали, какой ценой наши деды уничтожали фашизм. Очень страшное явление, которое грозило поработить в 40-е годы прошлого века практически весь мир. Если бы не наши деды, а отцы, не отстояли отечество, наверное, бы нас с вами и того поколения, которое подрастает, не было на этой земле. Поэтому они должны помнить и понимать, что ни в коем случае те люди, которые пропагандируют нацизм в этой стране, чтобы не овладели их умами, душами, чтобы ни в коем случае не смогли наследники победы встать на путь нацизма, что, например, сейчас происходит в Украине. Татьяна Чистова, Игорь Исаков, телекомпания ЛАБА. Подведены итоги конкурса «Моя конституция», который проходил в 10-й школе поселка Прохладный. Инициатором состязания стала Лабинская межрайонная прокуратура. Формирование правовой культуры граждан, повышение уровня юридической осведомленности, а также пропаганда законопослушного поведения – основные цели конкурса. Тему продолжит Наталья Литвиненко. Длинный звонок собрал всех учеников на торжественную линейку. Среднюю школу номер 10 с почетной миссией приехал заместитель межрайонного прокурора. В этот день в учебном учреждении объявили итоги конкурса «Моя конституция». Идея проведения творческого состязания принадлежит прокурору Евгению Головачеву. Сотрудники отдела его поддержали, собрали денежные средства на призы. Данный конкурс – пилотный проект. Направлен он на формирование правовой культуры юных граждан, а также пропаганду законопослушного поведения. Конституция – наш основной закон Российской Федерации. Права и свободы гражданина, эти положения должен знать каждый гражданин Российской Федерации. И наша задача – сформировать правовой уровень культуры уже у деток, начиная со школьной скамьи. Для того, чтобы впоследствии они могли использовать их в жизни и руководствоваться ими в своей повседневной деятельности. И самое главное, конечно, это формирование законопослушного поведения. Первыми участниками конкурса стали ученики школы номер 10. Но подобные мероприятия пройдут и в других учебных учреждениях, обещает Александр Деменков. Конкурс «Моя Конституция» проводился в два этапа. Сначала школьники писали тематическое сочинение, затем сотрудники прокуратуры провели тест на знание конкретных положений Конституции Российской Федерации. Когда к нам с предложением пришли работники прокуратуры, в частности, первый заместитель межрайонного прокурора Александр Александрович Деменков, мы были очень рады этому и восприняли это с воодушевлением. Но я не ожидал, честно говоря, о том, с каким желанием и удовольствием, кропотливостью в выполнении заданий этого конкурса «Моя Конституция» отнесутся дети. У нас был и отборочный тур, и поэтому были допущены до финального конкурса, до финального тура, были допущены 23 ученика, представляющие 8-11 классы. Вопросу изучения Конституции в школе уделяют особое внимание, говорит директор. И к конкурсу ученики подошли с большой ответственностью. Прежде чем приступить к написанию сочинения, учащиеся даже приобрели специальную литературу, в том числе Конституцию Российской Федерации. В конкурсе приняли участие почти 80% школьников, но в финал вышло только 20 учеников. Среди них и определились победители. Творческие работы оценивала компетентная жюри, а именно сотрудники прокуратуры. Именно тех, кто лучше всех справился с заданиями, Александр Деменков объявил только на школьной линейке. Сложно было, хочу сразу сказать, выбрать победителей, поскольку смотрели сочинения, это первый конкурс, на тему «Моя Конституция». Некоторые сочинения мне лично очень понравились. Победители конкурса «Моя Конституция» наградили дипломами и ценными подарками спортивной направленности. Это и футбольные мячи, и набор для игры в бомбинтон, и роликовые коньки, а победителю вручили спортивный велосипед. Я считаю, что Конституция, она действительно очень важна, каждый ее должен знать, и такие конкурсы надо почаще в школах проводить. Мне этот конкурс очень понравился, приятно, что получила такую грамоту, приз, все замечательно, мне хочется еще, чтобы больше таких конкурсов было. Подарки вручили всем финалистам конкурса. Я хочу выразить огромную благодарность лично Александру Александровичу Деменкову, Межрайонному прокурору. Личная благодарность за вот такое внимание к тому, чтобы действительно закон вошел в жизнь, чтобы наши учащиеся выросли законопослушными гражданами. Наталья Литвиненко, Игорь Исаков, телекомпания «Лобам». В рамках декады инвалидов, которая проходит в эти дни в Вознесенском поселении, состоялся концерт. Творческую встречу с артистами Лобинского района организовали для жителей поселения с ограниченными возможностями здоровья. Самых активных представителей местного отделения общества инвалидов наградили грамотами. Из станицы Вознесенской рассказывает Алексей Карпов. Первичная организация общества инвалидов в Вознесенском сельском поселении существует недавно. Еще не исполнилось и года с момента ее образования. Сейчас не числится чуть больше двух десятков человек с ограниченными возможностями здоровья. В день инвалида самых активных наградили почетными грамотами главы района и напомнили, что обращаться к представителям власти сельского поселения и района они могут с любой проблемой. Пусть сегодня, может, не все инвалиды и станичники прибыли на этот праздник, но, однако, это ростки начинаний, и мы будем это мероприятие проводить, да и не только. Значит, для чего проводится День инвалида? Наверное, все-таки, в первую очередь, это забота об инвалидах. Сегодня им тяжело, особенно те инвалиды, которые больны, тяжело им. Поэтому наша помощь, наше внимание администрации поселения, это, наверное, прежде всего, войти в заботу, что их интересует, какие заботы, что им надо оказать помощь. Может, и медицинскую помощь, может, и существенную там, и по отоплению. На сегодняшний день в районе насчитывается более полутысячи людей с ограниченными возможностями здоровья, состоящих в Всероссийском обществе инвалидов. И в каждом сельском поселении им уделяется особое внимание. Не забывают и о всероссийской программе «Безбарьерная среда». Большую работу в этом направлении проводят администрации районного поселения, городского поселения и, в частности, прознесенского сельского поселения. Решаются вопросы по доступности инвалидов на объекты соцкульпт-быта. Пусть они не везде решаются, но уже есть факты того, что везде стараются оборудоваться, сделать условия, которые бы обеспечили беспрепятственный доступ инвалидов на те объекты, когда они обращаются. Перед собравшимися выступили вокальные коллективы района, выступили и члены общества инвалидов. Их номера не оставили зрители равнодушными. Мне очень нравится, забота о нас. Хорошего председателя выбрали у нас. И зам великолепным. Так никогда не забывают. Звонят, приходят, проведают. Очень великолепно. Я очень довольна. Сегодняшний день праздник очень красиво сделали. Приехали артисты в Словинское. Ну, великолепно. Я очень довольна. Подобные встречи пройдут во всех поселениях района и закончатся лишь 12 декабря. Алексей Карпов, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». В Лобинской организации Всероссийского общества инвалидов на этой неделе прошло аналогичное мероприятие, посвященное декаде. Люди с ограниченными возможностями предпочитают в этот период организовать концертные программы, приглашать гостей и общаться. Слово Татьяне Чистовой. Лобинцы с ограниченными возможностями здоровья, но крепким духом и сильной волей в здании Всероссийского общества инвалидов встречали гостей. Поприветствовать и высказать слова восхищения их мужеством пришли общественности, представители района и городской администрации. С глубочайшим чувством уважения разрешите мне по поручению главы района Всероссийского Александра Александровича передать вам слова приветствия, поздравления. Существует на сегодняшний день целая государственная программа о доступности среды, о доступной среде, обеспечении комплекса мероприятий для маломобильных граждан, для людей, которые находятся в такой сложной жизненной ситуации. В районе также разработана такова программа, имеется целый план ее реализации, она под собой подразумевает очень большие средства, это порядка 200 миллионов. Мы будем входить в эту государственную программу, она включает в себя громадный комплекс мероприятий, которые затрагивают всю общественную инфраструктуру, всю улично-пешеходную сеть, там много будет что сделано, но естественно такие средства должны прийти из Федерации, из Краснодарского края, при наше удовольствие финансирования. За большой личный вклад в дело становления и развития Всероссийского общества инвалидов, члены районной организации получили почетные грамоты и благодарственные письма. Не остается в стороне от нужд людей с ограниченными возможностями и городской совет. Лобинской организации оказывается посильная помощь. Мы всегда идем на встречу, и что касается ремонта, городской совет принимал решение о выделении финансовых средств для ремонта в этой общественной организации, и все мероприятия не остаются, конечно, без внимания. Сладкие подарки, призы, грамоты и все остальное по мере возможностей мы всегда идем на встречу, и впредь обязуемся нашему обществу оказать внимание. Я хотел бы обратиться ко всем жителям, быть более добрыми, более чуткими, и тех людей, которые, к сожалению, жизнь немножко, может, обидела, в чем-то ограничила, мы должны их чуточку больше внимания проявлять. Мы сегодня не остались в стороне, мы привезли три больших набора сладких печеньев, конфет, для того, чтобы чуточку в сегодняшний день стал слаще всех членов данной общественной организации. Для всех участников мероприятия коллектив Мирненского дома культуры, а также ансамбль народной казачьей песни «Славушка» подготовили концертную программу. Порадовали присутствующих своим творчеством и сами представители Всероссийского общества инвалидов ансамбль «Южное солнце». Мы, как и все, не думаем о смерти, будем дерзать, смеяться и шутить. И пусть судьба двоя не раз, со счастьем посты чается. Понравилось, я впервые. Я недалеко живу здесь. Очень приятно. Прекрасный, прекрасный праздник. Почаще таких праздников. Мы очень довольны, что собрали нас, что нас смотрят. У нас очень хороший председатель. И та была Александра, она тоже. И сейчас тоже. Обратишься, я даже вчера обращалась к нему. Он такой внимательный, такой хороший. И очень за нас беспокоится. Правда? Молодец. И пели хорошо. Я прямо отдохнула душой. Татьяна Чистова, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». Ирина Бирюкова расскажет о погоде выходных дней. Я передаю ей слово. Ирина, что говорят о погоде синоптики? Небольшая облачность и без осадков. Такую погоду обещают синоптики в предстоящие выходные. Компания «Окнопарк» делает подарки при заказе окна в подарок-телефон. Всего доброго, хороших выходных. Получайте подарки к Новому году от компании «Окнопарк». При заказе металлопластиковых окон телефон в подарок. Звоните 8-918-354-58-48. Продолжение следует... Продолжение следует...